Доброе утро, дорогие друзья. Выходные, недельная глава Балак. Несколько слов об этой недельной главе. Есть вещи очень известные, которые происходят с этой главы. Ну, во-первых, говорящие ослица. Это очень, по-моему, только с этой главы, по-моему, знают это все. Ну, замечательная война, которая была между евреями, Беламом, который пытался подбить, чтобы уничтожить Балак, и Беламом, чтобы уничтожить еврейский народ. Вообще, содержание недельной главы Балак еще раз напоминает нам о том, что главное в нашем существовании – это расположение к нам Творца. Надо добиваться связи с Ним. Какие бы страшные планы против нас не строились, не вынашивали другие люди или там кто, мы все равно как бы выжим и победим, если Бог с нами. Поскольку вот все будет тщетно. Написано так – много замыслов в сердце человека, а сбудется предопределенное Всевышним. Ничего нам не может повредить, если Бог на нашей стороне. От нас требуется только, чтобы мы хранили связь с Ним, постигали Его мудрость и шли Его путем. Поэтому, вообще, если мне сказали, каким одним словом определить эту недельную главу? Это рассказ о потерянных возможностях каждого из нас. Каждый из нас специально показывает Белама, Балака – это людей, которые обладали огромной силой. Белам написано был «пусть силе равны Маше Рабейну». Но Маше Рабейну стал великим вождем народа, а этот стал вором, убийцей и, в конце концов, сам погиб. Людям всегда кажется, что они праведные, что они все делают правильно. Люди не умеют проверить себя. Есть такая история короткая. После молитвы Раб остался в синагоге учиться, учил там. И вот видит, какой-то звук он поворачивается, видит к шафу, что с Торой подходит человек, открывает, утнулся лицом в чехол Торы и с огромным чувством, с разрывающим силой, с сердцем, от сердца идущим, говорит, «Владыка мира, дай мне, пожалуйста, вот Святой Дух, чтобы я видел все. Не отсылай меня от себя, дай мне Святой Дух, не забирай его меня». Ну, Раб не видел никогда такой молитвы. Совершенно потрясающе. Он поднял голову, смотрит, ну, иногда люди там приходят, молят, чтобы так, и он опять слышит, что великий Бог, просвети мои глаза, дай мне Роха Кодыш, дай мне силу предвидения. Закрыл шкаф, там, поцеловал занавес и пошел обратно. Но увидел его Раф и в шоке удивился. Это известнейший в городе вор. Он его подозвал, подошел к нему человек, встал перед ним с красными глазами, от слез. «Как дела?» говорит, «Ты раскаялся уже, перестал свою работу». Он говорит, «Мы уже говорили с Равом, работа есть работа, я не могу этого сделать, я буду воровать и дальше». Он говорит, «Хорошо, но такой плач, такая мольба». Он говорит, «Я объясню Раву. Раньше дома были маленькие, комнатка да кухня. С закрытыми глазами я заходил, сломал комнату и нашел, что надо. Теперь дома огромные, мебели много, несколько этажей, пойди найди, можно часами искать. Заработок становится каждый день, все тяжелее и тяжелее. Вот если бы у меня было святое предвидение, я бы заходил в дом и сразу находил, и сберег бы себе время, сократил бы минуты страха. Ну, штраф помолится за меня, чтобы такое было». И Равин говорит, «Я понял в этот момент, что вот тот свет, который светил нам от края небес, он скрыл, чтобы злодеи не воспользовались им для разрушения. Когда будет исправлен мир, появится тот свет, который был в начале». Дорогие друзья, давайте посмотрим на свою жизнь, посмотрим на то, что не молимся ли мы иногда о том, как вот этот вот товарищ. Правильно ли мы расставляем, если хотите, духовные приоритеты. Брахава от слаха, всего самого лучшего.